Не впадайте в шок, с вами Гербушок, всем здоров народ, и сегодня я расскажу вам как правильно играть с классом снайперские винтовки в игре Block Strike, а также я расскажу краткую историю каждой из них. Присаживайтесь поудобней, берите что-нибудь вкусненькое, ну а мы начинаем, приятного просмотра! АВП, или другое ее название, слонобой, эта винтовка способна пробить даже самый лучший бронежилет в грудь или в живот. Печально известная снайперская винтовка АВП, очень опасное и очень эффективное оружие, которое легко узнается по характерному звуку выстрела и жестокому правилу, один выстрел, один труп. В 1982 году великобританская компания во главе с Малькольным Купером создали винтовку PM. В 1984 году винтовка приобрела название L96A1. Сорян за мой английский, но винтовка поступила на вооружение в Великобританию, где аж до целого 1990 года на нее было выпущено множество модификаций. В 1990 году винтовку PM сняли с производства, поскольку вышла более совершенная модель Arctic Warfare, или АВ. Арктическая армейская была заказом Швеции, поскольку PM не справлялась с холодными климатическими условиями. Ну, как говорится, с теорией все, переходим к практике. Если немного пострелять из АВП, то можно понять, что это очень капризная винтовка. На самом деле это не совсем так, но сейчас я научу вас всем хитростям с этой снайперской винтовкой. Для примера я взял снайперскую карту Range. Этот пример называется пример исключения. Он работает не только со снайперскими винтовками. Если вы не поняли, что я сделал, то сейчас я убил сначала снайпера, а потом противника, который представлял меньшую опасность для меня. Ну, а потом я благополучно ушел на перезарядку и снова продолжил кемперить. Следующий прием я вам сейчас продемонстрировал. Это прием отхода вовремя. Если вы снайпер, вам нужно обязательно отходить на перезарядку в укрытие. Если вы будете на видной позиции все время перезаряжаться, то у вас не исключено, что очень быстро убьет другой снайпер. Так что ловите такой приемчик. Также, стреляя из АВП, всегда прицеливайтесь. В обычном не снайперском режиме эта винтовка очень неточная. Также не забывайте про вторичное оружие. Оно в любой момент может спасти вам жизнь. Раз уж мы заговорили про вторичное оружие, то всегда я вам буду рекомендовать брать ТЭК-9 или ЦЗ-75. Но лучше всего брать ТЭК-9, потому что он более точный и скорострельный. Ну потихонечку мы перешли к менее капризной винтовке Р-700 или по другому Ремингтон 700. Р-700 это американская снайперская винтовка, созданная в 1962 году в Америке Ремингтоном. И почти сразу же поступившая на вооружение в Америке. Особенно о снайперке говорить нечего, так что сразу же перейдем к практике. В блок страйке винтовка очень проста в обращении, так что я рекомендую ее новичкам. Минусовать врагов из нее одно удовольствие. Для примера я взял Даст-2 и его мид. Говорить здесь особо не о чем, так что смотрите дальше и поймете мою тактику сами. Я думаю то, что вы поняли, что я использовал поочередно сразу два оружия. Следующая винтовка это у нас Springfield M1903. Когда я попытался найти в интернете дополнительную информацию о этой винтовке, мне вылезло вот это вот. Многие из вас скажут то, что Springfield это не снайперская винтовка. Но, конечно же, были модификации, на которых устанавливался на эту винтовку прицел снайперский оптический. Но в самой игре Block Strike нам представлен классический Springfield, без снайперских модификаций. Винтовка была придумана в 1900 году и принята на вооружение только через три года спустя. Винтовки прошли две мировые войны. Также сейчас самой первой винтовке исполнилось 118 лет. Springfield M1903 была названа в честь своего создателя. На самом деле со Springfield практически невозможно играть. Я вам дам совет, лучше не покупайте эту винтовку. Лучше купите АВП или Р700. Или на крайняк ФДшку, которая намного скорострельней. Игра со Springfield это своеобразный челлендж, который практически не выполнить. Но есть люди, которые умеют обращаться с этой винтовкой. Ну и последняя пушечка, которую мы еще не разбирали, это FD338. Это поистине одна из самых лучших снайперских винтовок в игре Block Strike. У многих игроков Block Strike слово имба ассоциируется именно с этой винтовкой. Винтовка была придумана во Франции Крисом Мовильяти. Другое ее название PGM Mini Hecate. Но 338 это в свою очередь калибр. Играть с ней в свою очередь нужно осторожней. В основном действовать нужно точно так же, как и с АВП. Не забывайте, FD338 является автоматической винтовкой. Так что с ней можно идти в ближний бой благодаря большому запасу патронов. Ну а на этом все дорогие друзья. Не забывайте ставить лайк, а также писать комментарий, если вам понравилась эта новая рубрика. Давайте попробуем набрать 40 лайков, и тогда я пойму то, что вы хотите продолжения, и вам понравилась эта рубрика. Ну а всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был я, Гербушок ТВ. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok